добрый день уважаемые студенты сегодняшняя лекция будет посвящена острым и хроническим бронхитом бронхит это инфекционное заболевание сопровождающиеся диффузным воспалением бронхов главным симптомом заболевания является кашель если заболевание длится менее трех недель говорят об остром бронхите симптомы бронхита появляются не менее трех месяцев в течение года на протяжении двух лет и более можно смело говорить что диагноз это хронический бронхит если возникновение заболевание сопровождается одышкой то говорят об обструктивном бронхите причинами развития остров бронхиты является бактериальная и значит стафилококки пневмококки стрептококки вирусные вирусы гриппа респираторно-синсциальный вирус аденовирус парагрипп коронавирус атипичная флора это хламидии грибковая инфекция сочетание различных возбудителей это микс инфекции являются возбудителями и условием развития бронхита является снижение активности иммунной системы пациента фактор риска возникновения инфекции это в первую очередь возраст старше 50 лет курение работа в условиях вредного производства частые переохлаждения алкоголизм и хронические заболевания внутренних органов ну вот здесь на слайде показан больной с бронхитом и показана картина эндобронхиальная какие изменения происходят внутри бронха мы сказали уже о предрасполагающих факторах и также надо добавить о застое в малом кругу кровообращения это тоже является провоцирующим фактором возникновения бронхита патогенез бронхита ну во первых это факторы среды полютанты всякие пыль это вредная работа на вредных производствах и так далее вирусно-бактериальные ассоциации которые все воздействует на верхние дыхательные пути на эпителиальный покров бронхов и возникают значит ирритативные изменения ирритативное действие на эпителиальную клетку происходит дисфункция ресничного эпителия повышается вязкость лидия колонизация микробов то есть развитие их размножения и происходит дегрануляция тучных клеток симптомами бронхита является кашель сухой без отхождения мокроты или влажный с отхождением мокроты повышение температуры тела озноб повышенная потливость слабость быстро утомляемость значительное снижение работоспособности одышка и боли в грудной клетке рассеянные сухие хрипы при аускультации выслушиваем и на фоне жесткого дыхания средняя длительность острого бронхита составляет 10-14 дней обострение хронического бронхита особенно при отсутствии адекватного лечения может длиться неделями но по классификации бронхитов различают острый бронхит простой острый обструктивный бронхит бронхиолит острый бронхит также делится на острый рецидивирующий бронхит острый затяжной бронхит и рецидивирующий обструктивный бронхит с элементами бронхоспазма а также хронический бронхит и хронический бронхиолит с облитерацией то есть хронический бронхит он делится на хронический не обструктивный бронхит хронический Абструктивный бронхит, хронический гнойно-абструктивный бронхит. Имеются осложнения бронхита. Острый бронхит может перейти в пневмонию, острый бронхит может перейти в затяжное течение, в рецидивирующий бронхит. И если он будет повторяться часто, то возникает хронический бронхит. Без обструкции и с обструкцией. Обследование при подозрении на бронхит. Это во-первых, взятие общего анализа крови, рентгенограмма грудной клетки. Взятие мокроты на микроскопию по окраске мазка по грамму. Посев мокроты на микрофлору с обязательным определением чувствительности к антибиотикам. Цитологическое исследование мокрот с обязательным подсчетом клеточных элементов. Мазок из зева на микрофлору и грибы. Анализ крови на анти тела иммуноглобулинных классов М и G к атипичным инфекциям. Например, хламидия пневмония и мекоплазм пневмонии. На данном слайде показана спирограмма. То есть спирография это метод определения функции внешнего дыхания. Это является обязательным методом обследования при хронических бронхитах, при абструктивных бронхитах, при бронхиальной астме. При этом обследование определяет внешнее дыхание, то есть его скорость, объем. Например, показатели как жизненная емкость легких, форсированная жизненная емкость легких. Объем форсированного выдоха УФВ-1 за первую секунду. Это мгновенная объемная скорость 25, МОС-50, МОС-75, которая определяет проходимость бронхиальных путей на уровне мелких бронхиол, а также определяется пиковая скорость выдоха, которая дает нам информацию о нагнетающем, надвигающемся бронхоспазме. То есть это метод исследования, он очень важен для диагностики и дифференциальной диагностики. Также имеется метод бронхоскопии, который проводится при подозрении на бронхоэктотическую болезнь. Если больной длительно не выздоравливает, если имеются какие-то подозрения на онкологические процессы, тогда необходимо обследовать бронхоскопически. На данном слайде показана рентгенография больного с хроническим острым бронхитом. То есть мы видим усиление. Особо при остром бронхите изменения не будут. Но при хроническом бронхите можно определить усиление бронхососудистого рисунка, изменение в корнях легких, или имеются инфизиматозные изменения при хроническом абсорбтивном и бронхитическом типе бронхитов. Также имеется метод компьютерной томографии, который необходим при диагностике таких грозных заболеваний, как коронавирусные инфекции, его осложнения и подозрения на онкологические процессы в легких, диссиминированные процессы при саркоидозе, лимфогранулематозе и так далее. Значит, проводят компьютерную томографию. Дифференциальную диагностику хронического бронхита проводят со следующими заболеваниями. Это пневмония, бронхиальная астма, острые или хронические синуситы, обострение хронического бронхита, гастроизофагиальный рефлюкс, коклюшная инфекция и миллиардный туберкулез. Лечение острого бронхита заключается, во-первых, это во время обострения, это соблюдение постельного и полупостельного режима, это антибактериальные препараты, противовирусные препараты, такие антибактериальные препараты, как производные пенициллина, макролиды, цифалоспорины, респираторные вторхиналоны назначаются противовирусным препаратом, относятся виферон, генферон, кипферон, а также отхаркивающие препараты назначаются, бронхорасширяющие препараты, это группы теофилинового ряда, и в ингаляционных формах назначаются в инъекционах, и, значит, отхаркивающие средства, разжижающие мокроту препараты, поливитаминные комплексы, а также больному предлагают обильное питье, не менее 2-2,5 литров в сутки, щелочные всякие напитки, как морс, горячее молоко, боржоми, а также назначаются пища, богатая белками, витаминами, производится небулайзерная терапия, а также, и, значит, рекомендуется коррекция образа жизни. В первую очередь, это касается курения, различного рода профессиональных вредностей, и, значит, предохранение от частого переохлаждения. Но осложнение бронхита и прогноз течения устроено заболевание, как правило, благоприятное, заканчивается полным излечением. Иногда бронхит может осложниться пневмонией или развитием бронхоэктазов. В профилактике данного заболевания имеет роль это прием иммуноукрепляющих, иммуносимулирующих препаратов во время возможного обострения сезонного. также вакцинация пациентов, например, против пневмококковой инфекции, против гриппа, ежегодная вакцинация должна проводиться. Следующее заболевание – это хронический бронхит. Хроническим бронхитом называют длительное, вяло текущее и прогрессирующее воспаление в бронхах. Говорить о нем приходится в тех случаях, когда центральный симптом заболевания – кашель – имеет место у больного на протяжении трехмесячного периода, суммарно за год или одномоментно, не менее двух лет подряд. Все остальные случаи длительного кашля по причине подтвержденного воспаления в бронхах относят либо к острым, либо к рецидивирующим бронхитам. Этиологией хронического бронхита является инфекционный фактор – это бактерии, это вирусы, это гриппки, может быть, также, это наследственный фактор, это имеет очень большое значение при хроническом абстрактивном бронхите, фактор курения, а также большое значение имеет дефицит иммуноглобулина А, местная, то есть иммуноглобулина, уменьшение фагоцитарной активности, и клеточная метаплазия, а также склероз, эктазия, облитерация бронха и деформация бронха. Ну, на данном слайде показан этот больной с хроническим бронхитом и показаны в продольном срезе воспаленные бронхи и в сравнении с, вот видите, со здоровыми бронхами, конечно же, просвет воспаленных бронхов очень сужается, отекает стенки бронхов, отек, дискрения, бронхоспазм, наблюдается, все факторы абстрактивной обструкции. Кого же можно отнести к группам риска? Это в первую очередь люди старше 50 лет. Это пациенты, страдающие хроническими заболеваниями внутренних органов, сердца, легких, почек. Традиционно прививают женщин, планирующих беременность, или профессиональные дети, из которых связаны с общением с людьми, медработники, учителя, продавцы. Обязательно вакцинация людям, длительно получающим противосвертывающие препараты. Это ацетилсалициловая кислота, варфарин. Также сюда относятся люди, которые не соблюдают личной гигиены, мытье рук, частые, или использование одноразовых там платков, например. И ну это является способом профилактики инфекционных заболеваний. Ну здесь вот показано само легкое, и в трахеи, трахея, бронхи, главный бронх, и его бифургация, правый, левый бронх показан. Симптомами при бронхите хроническом является выраженная слабость, цианоз слизистых оболочек, малопродуктивный кашель, мокрота слизистого гнойного характера, набухание шейных вен при легочно-сердечной недостаточности, пальпаторно-голосовое дрожание не изменено, перкуторно определяется коробочный звук при наличии эмфиземы, высокое стояние верхушки легкого, аускультативно при обострении жесткое дыхание, равномерные сухие хрипы. При инструментальном исследовании определяем уменьшение жизненной мукости легких, рентгенографически сетчатая деформация легочного рисунка. Лечением являются спазмолитики и бронхолитики. На данном слайде показана рентгенография больного с хроническим абстрактивным бронхитом. Здесь определяется эмфизема легких и как вы видите, из-за того, что очень легкие и очень воздухонаполненные, они сжимают, сдавливают сердце с обеих сторон, оно принимает форму капельного сердца. Ну, также больные жалуются на бронхоспазм, кашель, одышку, мокрута может быть бесцветная, прозрачная, да желто-коричневая, или черной, или слизистой, гнойной, гнойной мокроты. Если однократно по утрам выделяется около 60-100 миллилитров гнойного отделяемого с дыхательных путей вместе с кашлем, мы должны подозревать бронхоэктотическую болезнь, может быть кровохарканье. При аускультации сухие хрипы, высокотональные, систящие хрипы, на выдохе и влажные, крупно-средние и мелко-пузырчатые хрипы. Это говорит о присоединении астматического синдрома. Также мы наблюдаем макроцианоз у больных, синюшность, конечности, кончика носа, ушей, либо диффузный цианоз кожи по всей поверхности, усиление синюшности, нарушение сна, бессонница, головные боли, головокружение, подливость, слабость и изменение формы ногтевых пластинок в виде часовых стекол и удолшение дистальных пальцев пола, по типу барабанных палочек. Аускультативно на фоне жесткого дыхания, как мы уже говорили, это если эмфизема, так ослабленное дыхание, вот на фоне ослабленного дыхания рассеянные сухие хрипы разного тембра, грубые хрипы на фоне жесткого дыхания и при наличии мокроты, может быть еще и влажные хрипы. Если хронический бронхит на стадии хозл, то аускультативная картина дополняется признаками сердечно-лигочной недостаточности в виде акцента второго тона над легочной артерией, гипотомигалии и напряжение шейных вен. Лечение хронического бронхита заключается в назначении ицитропном назначении антибактериальных средств или противовирусных средств, отхаркивающей препараты бронхолитики, противовоспалительные антигистаминные препараты, ингаляционная терапия и физиотерапевтические методы лечения. Из антибиотиков назначаются полусинтетические аминопенициллины, макролиды, цифалоспорины, вторхиналоны. Конечно же антибиотики назначаются после получения ответа о почувствительности, после посева макроты на чувствительность к антибиотикам. Отхаркивающие препараты назначаются две группы средств, это разжижающие макроты или разрыхлители и экспекторанты, то есть отхаркивающие средства. К ним первые, первая группа это препараты, которые разжижают макроты, а вторая которая улучшает мукоцеллярный клиренс и в сумме получает облегчение выведения макроты, но с этой целью назначается АЦЦ, ЛОНК, например, Лазалван, Лобомед, бронгексин и так далее. Ну и непосредственно расслабление гладкой мускулатуры бронхов осуществляется применением эофилина, теофилина, то есть метилоксантинового ряда препараты. Действия на холинергические рецепторы это холинолитики, то есть ипротропиума, бромид, отравент, в ингаляциях, спиротропия, бромид, спирива. Агонисты адренергических рецепторов сальбутамол, фенотерол, уменьшение воспаления секреции бронхиальной слизи, это назначение гормональных ингаляторов, как бутикозон, флексатит и комбинированные препараты, как например биродуал, симбикор, церетит и биклометазон ЭКО можно назначать. Здесь показаны эти препараты. Наряду с индивидуальными ингаляторами существуют специальные небулайзеры. И лекарственные следствия для ингаляции при помощи небулайзера может быть Биротек, Венталин. Они разводятся с физиологическим раствором один к одному и проводятся ингаляции. Флексатит это глюкокортикоидный ингаляционный гормон, лазолван назначаются эти ингаляции. Благодарю за внимание. следствие ингаляции. Редактор субтитров Продолжение следует...